всем привет пришла в заказ у меня сейчас ленты и короче я вообще в шоке еще и потому что там можно да ты оформляешь заказ короче там можно ставить либо но если до тебя не дозвонятся либо заменить товар либо убрать из заказа я написала убрать из заказа потому что мне звонил номер на два разных ну как два разных номера то есть не одинаковых я такая подумала ну наверное это не они и они короче смотрю убрали дальше не пергамент уже не в принципе все не важен был потому что я хотела приготовить в киевку снял ски вот и плюсом значит я хотела молока нашего кровать почему-то не оказалось хотя он у них стоит что есть но мне кажется что наверное просто по сумме так как там стоит одна сумма и наверное надо было вложиться в эту сумму там ну были яблоки и взвесили побольше и соответственно они наверное молоко типа убрали что его нет и заменили на другой который я вообще впервые вижу что вы понимали это молоко идет что-то от трех с чем-то процентов до шести процентов вы видели молоко шесть процентов такого не существует это уже какие-то полу сливки и я блин просто искала отзывы да всем нравится все эти пола и сбивается чуть-чуть но как бы для кофе там да как типа сливок но это бред какой-то ну при этом что они натуральные поэтому я его фига фигак ну в этот в кекс вот сейчас я даже вам покажу это молоко обережье называется я никогда не пилах 25 10 16 17 18 20 на спирт на свете в общем все молоко даже нашего хранится 10 суток хотя наши не выдерживают 10 суток она сразу у нас превращается вообще ужас превращается кстати к наше молоко в сметану который у нас продают прямой реально тоже самый вкус сметана поэтому я нашу молку конечно больше как-то верю к и здесь процентов вообще а вот проценты три четыре тире до шести процентов чуть чё как как так у вас нужно не что было шесть процентов далее это вот такой вот творог 9 процентов всего есть 200 грамм это для крема потому что сегодня я хочу сделать возможно и шарлотку и кое-какие вкусняшки ну как это типа профитроли но ты не совсем профитроли . другое название значит дали то есть колбаса наша так такая шкау маска и сливочное масло сейчас масло я туда подорожала как пиц бискозные эти салфеточки посреди какой цвет я же испугалась думаю это мне точно очень буду сегодня так же нам его оттуда страдки закончились как раз 7 штук но достаточно хватит времени считаем далее я впервые у них такой беру потому что у меня уже там мешки я даже их брать не буду они уже все у меня там в разном состоянии просто выкинуть значит мешки кулинарные одноразовые 20 штучек 20 штучек говорили почему-то про размер что типа не такие маленькие что нормальный размер вот мне пойдет далее вот такие вот сливки их туда чит 35 процентов разбивания они тут 200 грамм сливочки садька я брала их прошлый раз и теперь более-менее доверять потому что не так можно сказать сбиваются вот я не слушаю мои натуральные ну ладно потому что мне надо именно такие которым которые у меня хоть как-то сбиваются то не пойдут но там чуточку крем такой интересный и я не скажу что прям такой сложный там я сначала взбивать сливки чем и хорошо потому что не очень идет процесс сливок там сначала нужно перебить вот это то есть творог а затем уже давай сливки все это перемешать значит далее ванильный сахар я сегодня тупо все для рецепта ух ты все реально на 90 с чем-то рублей встреч сколько много яблок они маленькие конечно поэтому мне на шарлотка нравится побольше яблоки лента я не знаю это что за подарки такие я хотела внутри себя хотела два килограмма муки это как-то ладно возьму килограмм зачем едва мне так лежит ребят они мне прислали два килограмма муки за место одного килограмма в прошлый раз грудкой в этот раз с мукой это уже кстати-ка не первый раз они не второй раз уже присылают муку два килограмма блин это неприятно потому что я хотела реально два килограмма муки но просто прикол в том что я в магните заказала как это называется господи пергамент не прилипающий там что он уже разрезан на листы и плюсом значит яйца заказала и взяла один килограмм муки это у меня получается 3 да еще не хватит ники лежит три с половиной килограмма муки посередине мы и этого достаточно было я в шоке но кстати когда им пишешь в поддержку они но в основном если товар не такой дорогой и не такой правой не нужно не забирают у нас только один раз тесто забрали потому что мы было на крупную сумму и его было очень сильно много эти воли если заказывала кафе понятно что не надо никаких разборок короче вот такой подарок неприятно конечно я все равно напишу я все равно пишу потому что я конечно как бы мне не было приятно но все равно написать на всякий случай то чтобы точно сказали что забирайте это ваша поэтому проверим сливочного масла ульем воду затем щепотку соли и ставим на огонь и ждем когда масло у нас полностью растает и после этого уже можно будет добавить просеянную муку и перемешивать до состояния собранного комка только важно чтобы на этом этапе был медленный огонь сэропорта кому идет depending на масло у нас там и комок уже готов так скажем надо его переложить какую-нибудь тару и оставить его до полного остывания пока масса остывает зато покажу вам память очень сильно тоже интересно это пергамента не оказалось этот интересный тем то что тут есть и для одной формы ну как и для обычного прутывания классика также если для круглой формы очень сильно прикольно интересно конечно их может мало но для 70 я считаю нормально три штуки таких круглых и три штуки обычной так скажем классики вот очень интересно кстати если таких накупить можно также раскатывать коржи для торта очень действительно считаю круто тем временем наша масса уже остыла она прям холодная я для этого взяла именно четыре яйца помните еще маленькие иначе поэтому я добавляла и взбивала добавляла и взбивала то есть не все сразу и кстати сказать что не берите маленькую тару потому что у меня блин половина всей этой массы оказалось везде где только можно было поэтому я взяла такую большую в итоге масса получается однородной и густой короче не покупайте извините кондитерские эти мешки я знаю что там оценка стоит вам там двое женщины же слова документарии значит как-то подумала но вроде не такие еще уж как-то ну а наплевать я уж как нибудь там сделала ушла от меня это принципе надо там что-то там выдумывать быстренько то хоп-хоп дело не в этом они сами по себе не комфортно и неудобно реально не комфортно и они настолько маленький по факту против это вроде они нормальные но когда ты зашуешь крем они очень маленький как песок и маленький из-за этого естественно у меня с вами вот эти вот эклеры получились маленькие то есть они не часто пикаются а значит вы поставили в духовку и поставили в этот поля гриль потому что крема по факту это должен был разве здесь только на под весь да как пакет маленький они получились у меня маленький не пришлось еще было положить световая гриль но я уже сделала ложкой принципе я изначально думала что я должна была сделать так было бы лучше мне решили таки как-то все как-то серьезно к этому отнестись что было как-то все как вот я хотела но увы но ничего страшного как бы потому что не надо просто подготовиться взять более качественные мешки более все качественно потому что нет из ленты не надо брать если украсть какой-то салат знаете там на праздник какую-то сеточку из майонеза вот они пойдут но не для крема потому что они получились чересчур маленькими посмотрите я понимаю что они поднимутся они будут очень сильно маленькими соответственно это не то что я хотела поэтому вот такая вот фигня да не будем говорить на что это похоже потому что подвел мешок у меня очень у меня получились эти эклеры именно поэтому рецепт потому что другому рецепту не получались тут не получились потому что взять другую рецепт вот раз я сделала я поняла что рецепт этот не мой он не подходит и поэтому в принципе ничего страшного и я буду делать только по одному рецепту в следующий раз более подготовлюсь блин такой нежданчик вот такой нежданчик но я буду делать завтра шарлотку и плюс я могу даже поставить тесто замусить какие-нибудь пирожки тоже с яблоком примеру или просто какие-нибудь сладенькие короче вариантов полно что хочется мне сделать я сделаю в любом случае вот просто вот такой рецепт он мне не подошел может подойдет вам я не знаю вот всякий случай все опишу расскажу но в принципе вот мне он не подошел они вроде бы как получились такими ну как обычный как обычные эклеры они поднялись они сухие такие хрустящие чуть мягкие но внутри хлебный мякиш так скажем у нас он сырой короче просто вот сырой то есть как обычный я не знаю яичный желток сырой вот я даже могу представить из-за чего потому что там тоже есть свой температурный режим свой вот этот вот момент и ту женщина которая смотрела она просто об этом не предупреждает а я делаю считать ну чисто по рецепту вот потому что мне не набита рука делать профитроли вот эти всякие эклеры вот а другая женщина которую я могу осмотреть или просто не попадаясь какие-то рецепты там более объясняет лучше поэтому вот так Субтитры подогнал «Симон»